Всем привет, меня зовут Оля Понедельник, и сегодня время ответить на ваши вопросы, которых, признаться, больше, чем я ожидала. И я надеюсь, что это к лучшему. Начнём сначала... начнём сначала... начнём с анонимных вопросов, которые приходили на мой профиль на Ask.fm. Интересная история, я только там зарегистрировалась, дала вам в тот же час ссылку на мой профиль, чтобы вы задавали мне всяких вопросиков, и меня забанили в тот же день. В тот же день. Это синдром неудачника. Но, тем не менее, все вопросы я получила, и вы по-прежнему можете их там оставлять. Правда, отвечать я буду только в видео, на видео... короче, здесь я буду отвечать в прямом эфире, если вы беспокоитесь на этот счёт. Итак, давайте приступим. Начнём сразу с неприличных вопросов и три скубочки потрясающих. У тебя есть сейчас парень, или ты встречалась с кем-нибудь, и тут же вопрос от другого пользователя, а у тебя есть парень. Нет, парня у меня нет, если не считать Ютьюба, но, наверное, если ты встречаешься не с человеком, это незаконно. В любом случае, если у вас есть знакомый адекватный мужчина, или вы с вами знакомый адекватный мужчина, от 20 до 35, позвони мне. Следующий вопрос. Как ты относишься к фильмам и книгам? Нуар, я думаю, имеется в виду в жанре нуар. Я не так много их прочитала, последняя книга моя была в этом жанре. Почитали, он всегда звонит дважды, и она мне очень понравилась. Следующий вопрос. Оля, скажи, пожалуйста, ты прочитала «Облачный атмос», тебе понравилась? Читаю уже три недели, и не идёт у меня эта книга. Бывает такое, что всем книга нравится, а тебе она совершенно не нравится, и не можешь её никак прочитать. Я верю в то, что для каждой книги есть своё время. И, возможно, если сейчас она у тебя не идёт, то потом у тебя будет, когда для неё идеальное время, она тебе очень понравится, и ты её с удовольствием прочтёшь. Мне книга очень понравилась, очень-очень-очень-очень, даже несмотря на то, что она большая. А я боюсь больших книг, но поподробнее о ней в конце месяца осталось уже очень мало времени. Следующий вопрос. С каким писателем ты хотела бы лично посотрудничать и написать с ним книгу в соавторстве? Ага. Это, наверное, очень сложный вопрос. Ну, во-первых, все писатели – это творческие личности. А вы знаете, что такое творческие личности? Это комок просто нервов, непонимания и каких-то своих творческих тараканов. Я абсолютно такая же думаю, каждый из нас такой же. Поэтому насчёт сотрудничества – это очень сложно. Каждый писатель очень своеобразен, да и я тоже. Поэтому нос чешется. Но вообще, если так подумать, наверное, с Мартином Эмисом я бы что-нибудь написала в соавторстве, потому что очень я люблю его стиль. Пусть он за меня пишет, а я ему буду идеи придумывать. Следующий вопрос. С какой книги лучше начать читать Стивена Кинга, точка запятой и троечка? Вот, знаете, я прочитала только две книги Стивена Кинга, поэтому вообще не могу советовать по этому поводу. Думаю, лучше обратиться к кому-нибудь другому. Две книги, я думаю, это вообще не о чём. Следующий вопрос. Читала что-нибудь по-настоящему страшное? Нет, к сожалению, не читала, но активно ищу что-нибудь такое страшненькое. Хотя, вы помните, я боюсь читать «Кладбище домашних животных», купила его и боюсь читать. Следующий вопрос. Ты еврейка? Такой нескромный вопрос, и я дам нескромный ответ. Нет, я не еврейка, но я получила 4 года религиозного еврейского образования. И мне это очень в жизни пригодилось, скажу так. Мне очень нравится эта культура, и почему бы нет? Следующий вопрос. Оля, пожалуйста, ответь. Окей, обещаю. В следующем году я хочу поступить за границу. Так вот, у меня английские средние. И, следовательно, хочу спросить, где и в каких сайтах, на каких сайтах ты смотришь фильмы или сериалы на английском? Вообще, есть один очень мой любимый сайт, он называется tubeplus.me, и я вам оставлю этот сайт в комментариях. Там очень много всяких сериалов, особенно, может, фильмов там не так много, но именно сериалов там очень много на любой вкус, и они туда очень быстро поступают. Особенно, если вы любите смотреть горячие новиночки, то там, скорее всего, будет даже раньше, чем везде. Следующий, не вопрос, я не знаю, что это. Айгерин пишет, привет, плюс один, привет, привет. Можно меня просить, как у Якубовича, привет и в прямом эфире передавать? Я бы сделала кучу денег на этом. Следующий вопрос. Было бы очень круто, если бы ты в видео ответил на вопрос. Конечно. С чего лучше начать книгоблогеры? У меня давно назревают мысли, но я не знаю, с чего начать. У меня уже тоже назревают мысли сделать отдельное такое видео, и оно будет, я думаю, довольно скоро. В течение месяца, может быть. Оля, нельзя ничего обещать. Ты все равно плохо выполнилась обещание, но я очень постараюсь и обязательно все по полочкам разложу, где что чего. Именно в особенностях нашего сегмента книгоблогинга, потому что он очевидно отличается от всего остального. Следующий вопрос. Оля, а как ты познакомилась с Талей? Вот сейчас вам расскажу свою версию, потому что я не уверена, что у Али будет такая же версия. Странно вообще. Вообще, Аля мне написала как-то давно-давно-давно комментарий в моем живом журнале. И мы с ней что-то там разговорились и выяснили, что мы учимся в одном университете. Она еще тогда училась в университете. И только потом она уже начала снимать видео, и она мне как раз прислала ссылку на свое первое видео. Я была ее первым зрителем. Вообще, я многих блогеров, книгоблогеров знала еще до Буктьюба. Ну, давайте назовем. Юля Психея, Настя, Маша Жемчуженко. Всех я их знала еще до того, как они начали снимать. Следующий вопрос. Оля, что за музыка играет в конце каждого твоего видео? Вот зуб даю. Я не знаю, что это за музыка. Она у меня ассоциируется очень с моим пребыванием в Сербии. Извините, извините. Потому что я ее нашла совершенно случайно на каком-то из стоковых сайтов с бесплатной музыкой, которую разрешает YouTube использовать. То есть у нее CC, как бы, авторские права. Можно ее использовать где угодно. И я ее сохранила на свой компьютер, не под оригинальным названием, а написала там ту-ту-ту, потому что она как ту-ту-ту-ту. Поэтому я не знаю, откуда она. Если хотите, я не знаю. Я могу ее послушать просто вечно. Давайте музыкальная пауза. И мне иногда, кстати, пишут комментарии вроде «Смотрю твое видео только ради этой музыки в конце». На что я обычно отвечаю «А я снимаю ради этой музыки». Ну, реально, очень клевая мелодия. Мне она нравится. Следующий вопрос. Здравствуй, Оля. Привет. В нескольких видео ты упоминала, что у тебя была депрессия. Как ты с ней справилась и можешь посоветовать что-нибудь? Да, у меня была депрессия. Когда это было? Года два, наверное, назад. И как раз в самый разгар своего депрессивного состояния я начала снимать видео. И это, наверное, мой единственный совет. Отвлечься на что-нибудь. Найти себя в чем-нибудь. Заниматься собой. И просто ждать. Потому что время лучше века. Быстро от всего этого, мне кажется, сложно избавиться. Хотя, кто знает, если у вас был такой опыт и вы очень быстро вышли из такого жуткого состояния напишите мне в комментариях обязательно. Следующий вопрос. Чего ты стесняешься? Ага. Я стесняюсь своего роста. Мне бы хотелось быть повыше. Поэтому я все время хожу на каблуках. И вообще этого я очень стесняюсь. Следующий вопрос. Какие книги из тех, которых у тебя нет, ты хотела бы получить в бумажном варианте? Ну вот сейчас приходит на ум, наверное, только осиная фабрика Ена Бенса. Потому что что-то я давно не видела в продаже. А мне очень хочется ее иметь в бумажном варианте. Хотя я ее уже читала. Следующий вопрос. Как люди посылают тебе посылки? И скобочка. Люди посылают мне посылки. По крайней мере, все, что было в моих видео. Это игра «Книжный сюрприз». И там мне люди посылают бонусные посылки. Основную я еще не получала. То есть посылки, которые они посылают по своей воле. Если вы зарегистрированы на LiveLeap, вы можете посмотреть раздел этого книжного сюрприза. Как это можно сделать. Я ни на что не намекаю. Наоборот, призываю этого не делать. Но если очень хочется, то можно. И мы с Алей хотим сделать абонентский ящик общий, чтобы какие-нибудь там, что угодно, письма, открытки, если вы хотите что-то прислать, чтобы все туда приходило. Если вам эта идея нравится, обязательно напишите. Потому что аренда этого абонентского ящика просто золотая для меня. Следующий вопрос. Почему ты не отвечаешь на вопросы? Жалко, что нет каких-нибудь злобных смайликов. Потому что я отвечаю на вопросы. Каким спортом интересуешься, занимаешься ли сама чем-то? Вообще-то написано сам. Надеюсь, я девочка все еще не... Я очень люблю разные виды спорта. И чем я только не занималась в свое время, даже не поверите, я была участницей коллектива классического народного русского балета. Вот так. И я была самой толстой в группе. То есть реально, у меня был животик. Сейчас у меня вообще такого нет. Но вот когда я была маленькая, я была очень-очень-очень пухлой. И занималась я другими разными танцами, брейк-дансом, чем я тоже занималась. И спортом. Продолжаю, наверное, заниматься только плаванием. Хотя боюсь глубины. Опять же. Дальше вопросы, которые были подписаны. Мартин Котов спрашивает. Думаешь, возможно, выучить иностранный язык без помощи репетиторов? Я на самом деле... Вот положу руку на сердце. Я не верю, что возможно выучить... Ну, не выучить, выучить плохое слово. Изучить иностранный язык с помощью репетиторов это дохлый номер, поверьте мне. Несмотря на то, что я сама преподаю иностранный язык, я понимаю, что пока ты сам не сядешь и сам не начнешь работать, вообще ничего не будет. Евгения Владимирова спрашивает. Ты когда-нибудь привязывалась к книге настолько, что думала, будто другие произведения тебе не интересны и не нужны? Да, у меня так было в последний раз, по крайней мере, с искуплением Яна Макьюина. Галя Коман спрашивает. Когда ты приедешь ко мне в гости? Привет, Галя, Галя, Галя. Это сейчас прозвучало очень странно. Галя моя старая подруга из Владимира. Она тоже занимается писательством. На этой почве мы с ней и познакомились. Я постараюсь, Галичка, как можно скорее. Соня Волкова спрашивает. Какой фильм по книге тебе больше всего нравится? Наверное, из последнего, что я смотрела, это «Хоббит». Первая и вторая часть. Очень мне нравится. А еще больше мне нравятся дополнительные материалы. Честно, даже больше, чем сам фильм. Миша Травкин спрашивает. Кто-нибудь, ответьте. Знаете, такой призыв. Никуда, кто-нибудь. Сколько Оле лет? И спасибо. Привет, Миша, я тебе сама отвечу. Мне будет через месяц. Сегодня какое число? У меня 24-го. Через месяц. Мне будет 21. И мне будут везде продавать выпивку. Следующий вопрос. Катя спрашивает, ношу ли я очки и сколько книг я покупаю и читаю в месяц. Ну, начнем по порядку. Я не ношу очки и надеюсь, что не буду. У меня хорошее зрение. Хотя, конечно, в последние годы монитор, книги, оно чуть-чуть ухудшилось. Но по-прежнему я могу сказать, что вижу хорошо. Ту-ту-тфу. Ту-ту-тфу. И сколько книг я покупаю и читаю? Ну, в районе, наверное, 4 книг я читаю. И, наверное, в районе 5 книг я покупаю. Поэтому и получается у меня в зале же не прочитанного. Следующая Пластик Хайт спрашивает, что у тебя свелевало? Имеется в виду отсуток к моей аватарке в Твиттере? Я не знаю почему, но когда я зарегистрировалась в Твиттере, я туда поставила аватарку с Велевала. Я, наверное, просто очень люблю скандинавских мужчин. Я считаю, наверное, что это самые красивые мужчины. Они высокие. Ну, и вообще, я люблю музыку хим. Ну, это так, что дело. Илья спрашивает, купишь ли ты виноватой звездой в новой обложке? Как по мне, она божественная. Я уже купил и приложена фотография. Я не хочу... Нет, не так. Я не очень хочу вообще поднимать эту тему, но придется. Видимо, я же читала виноватой звезды. И если вы смотрели мой, наверное, зимний какой-то из отчетов, я вам говорила, что книга мне не понравилась. Можете рвать меня, кусать меня, но, наверное, я многого ждала и ничего не получила. Давят на жалость автор. Я такое не люблю. Но я всегда за тех, кто любит эту книгу, кто интересуется ей, кто пойдет на фильм. Пожалуйста, любите, обожайте. Я пас. Евгения спрашивает. Здравствуй, Оля. Привет. Очень хотела задать один вопрос. Я слышала, что 17 мая в Москве проходила акция «Ночь в музее». Ходила ли ты в музей ночью? Если положительный ответ, то сможешь ли ты потом немного рассказать об этой акции? Где была и так далее. Спасибо за ответ. И огромное спасибо за твои яркие видео и проект «Пишу роман». И тебе, Женечка, спасибо за вопросы, что смотришь. За все, за все спасибо. По поводу вопроса «Ночь в музее» это акция, когда, ну, я думаю, вы знаете, когда все могут ходить по музеям бесплатно, всю ночь по любым музеям, которые участвуют в акции, соответственно. Но так как я студент, а студенты с недавнего времени сделали такую маленькую поблажку. Они могут ходить куда угодно бесплатно. Всегда. Не только в «Ночь в музее», поэтому я не ходила. Но, может быть, куда-нибудь пойду просто так. Тем более я не люблю вот эти очереди, толкучки. Я один раз постояла в толкучке, когда был день открытых дверей в планетарии московском. Это, я вам скажу, была самая большая мясорубка в моей жизни. Ну, а на сегодня это все. Я благодарю вас за вопросы. По-прежнему можете оставлять их на моем профиле в Ask.fm. Как круто звучит. Я все оставляю в комментариях, все ссылки. И также можете оставлять свои вопросы. Так, я выключаю. Да, я выключаю. Также можете оставлять свои вопросы в группе ВКонтакте. Фух. На сегодня все. И я всегда ваша. Оля Понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова